Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, ветеран спорта, писатель, историк. И все это об одном человеке, Германе Ксенофонтове. 1 марта ему исполняется 80 лет. Герман Николаевич – человек в Чуваше известный. По его биографии можно отследить многие важные вехи истории страны и республики. И первая очень интересная страница жизни – это Целина. Он выезжал на освоение земель четыре раза вместе со своими однокурсниками из Омского института физкультуры. Это было непростое время. Здесь закалялся характер, но по молодости все давалось легко. Сто раз я могу сказать, могу говорить Целине спасибо, потому что нас там кормили. Мы белый хлеб-то не ели, а на Целине кормили белым хлебом, молоко давали. Еще к тому же деньги начисляли. На самом деле на Целине даже интереснее, чем кинофильмы «Иван Бракин». Мы там тоже много и страдали, много веселились. Сила кипела, энергия через кровь. В основном мы занимались на таку перелопачиванием. Там целые горы зерна. Элеваторы не успевали принимать. Я помню, первый раз, да, километров пять очередь автомашин, они едут к элеватору. Медаль за освоение целинных земель очень дорога Герману Николаевичу. Окончив институт, он вернулся на родину в Чувашию и стал работать преподавателем физического воспитания в Марпасадском лесотехникуме. Его авторитет как пропагандиста здорового образа жизни дал возможность воспитывать не просто здоровых ребят, но и профессионалов в разных видах спорта. Чернова Вера Ивашевна, она из Комсомольского района, Чурачики. Она чемпионка Олимпиады, универсиады в Швейцарии. Она в эстафетном беге чемпион, чемпионка СССР. Про Валериана Соколова вот что я скажу. Первые шаги он делал у меня лесотехникуме в Марпасаде. Через год обучения он уехал в Казахстан. После возвращения он из Казахстана жил в Чебоксарах, познакомился с Герасимовым. И его он довел до олимпийского чемпиона в Мехико. В 1969 году Герман Ксенофонтов окончил юридический факультет Казанского государственного университета. И началась новая страница. 20 лет он работал народным судьей в Козловском и Чебоксарском районах. Результатом стала книга «Громкие дела 20 века в Чувашии». Документальные очерки. Вот эти дела, рассмотренные, они под грифом «секретно». Люди конкретно о них не знают. Один передает другому, другой чуть преувеличивает. Чтобы таких вещей не было, я поставил задачу по каждому делу вытащить, вернее найти уголовное дело и строго, исходя из уголовного дела, писать. Школьники и студенты знают Германа Николаевича как краеведа, с увлечением изучающего истории Козловского и Комсомольского районов. Им написано более 20 книг. Несмотря на солидный возраст, он по-прежнему энергичен. Заканчивает писать очередную книгу. Родион Ольхипов, Игорь Зверев, Республика.